И всем привет, ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим грядущий замечательный ивент, о котором у меня уже на стримах ребята начинают все чаще и чаще задавать вопросы, интересоваться. Моим мнением, что же у нас будет в игре на 1 апреля для многих. Этот танковый, можно так сказать, ивент является очень и очень интересным, увлекательным и знаменательным. И тем ивентом, на который они очень часто приходили в игру, чтобы половить те самые золотые ящики с возможностью получения дней према и повышенного количества кристаллов. Ни для кого не секрет, что это один из немногих ивентов, связанный с голдами, который привлекал очень большое количество игроков. И в этот раз все может очень сильно поменяться. И сегодня мы по этому поводу поговорим. Я выскажу свою точку зрения, потому что я думаю, что у нас будет на 1 апреля. Вы в комментариях сможете написать, что вы думаете, согласны ли вы с моей точки зрения. Ну и на фоне мы сыграем, я думаю, что одну каточку. Возьму сейчас я своего любимейшего дикофреза. Запикаемся в регби. Ну и начнем наше обсуждение. Так, ловкача нашел. Вроде как все, что надо, я одел. Данный ивент будет у нас буквально уже через 2 недели. Вопрос, будет ли он у нас на несколько дней или нет. Я думаю, что на несколько дней. В этом году 1 апреля попадает на пятницу. А так как у нас в игре в последнее время все ивенты делают с повышенными фондами и опытом. И вообще в целом ивенты на 3 дня. То и этот ивент не станет исключением. Мы увидим трехдневную возможность хорошего какого-то дополнительного фарма. Плюс ко всему прочему, я думаю, что даже могут появиться какие-то скидки. Которых, например, раньше у нас на подобных ивентах, если я не ошибаюсь, не было. Что касаемо золотых ящиков. То в этом году грядут большие изменения. По моему мнению, в этом году не будет на 1 апреля голдов с премочкой. Почему же я считаю, что премки не будет? Почему я считаю, что будут изменения? И почему все то, что было у нас последние года 3, может быть даже 4, вдруг в этом году не повторится? Все очень просто. У нас произошли изменения в экономике игры буквально пару месяцев назад. У нас премка стала, как и задумывалось раньше, но почему-то она так не была реализована, уникальным предметом. Уникальным я имею ввиду то, что премку нельзя получить с контейнеров. Ее можно получить лишь одним способом. Покупкой со спецпредложений, либо же покупкой в магазине за денежную единицу, за денежную валюту. И поэтому у меня сложилась цепочка, по которой я считаю, что больше нету возможности у разработчиков и желания в целом делать старый добрый ивент 1 апрельский с голдами, в которых можно будет набить безумно большое количество премиума 1. Я все равно оставляю маленький шанс того, что все-таки голды с премкой могут появиться и они могут остаться, но тогда шанс выпадения этих голдов станет крайне-крайне маленький. И как такового фарма жесткого премки, как это было раньше, например, за пару дней можно было себе нафармить 2-3 месяца премки. Сейчас там, ну хорошо, если у вас за это время возможность будет набить премки 10 дней. Ну и то, этот факт и этот момент я не считаю стопроцентным и не считаю, что он может быть. Я больше склоняюсь к тому, что больше голдов старых первоапрельских у нас в игре не будет. Но при этом, но при этом я сильно надеюсь на то, что у нас изменится само, наверное, празднование, да, будет правильнее сказать, первоапрельских вот этих вот голдов и появятся новые какие-то интересные предметы. Нам уже обещали то, что совсем скоро появятся у нас контракты, появился уже и так новый интерфейс в боях в лобби и в гараже. И совсем скоро, по моим подсчетам, должны появиться контракты, обновление менюшек магазина и возможность нового дополнительного фарма. И как раз таки к этому всему делу могут сделать какие-то дополнительные интересные плюшки, даже с тех же голдов под первоапрельский ивент. Но тогда 100% у нас не будет премки и не будет вот этих вот замечательных старых любимых всеми голдов. Ну и я думаю, что со стороны разработчиков и со стороны всей моей адекватной логики это решение было бы очень и очень крутое. Если бы нам старые премиум голды заменили бы чем-то новым, интересным. Ну и так сказать, освежили один из самых интересных праздников нашей игры. Будет ли это реально? Будет ли это реализовано? Все это мы вместе с вами узнаем буквально через две недели с небольшим. Ну и я хотел бы видеть реально годный праздник. Но почему-то у меня складывается впечатление, что это будет еще один очередной праздник, который просто перестанет быть актуальным. И все те ребята, которые заходят, например, на стримы и спрашивают у меня по этому поводу, говорят, что они надеются на то, что будет возможность фарма премки. Ведь сейчас премка только за донат. С контов ее невозможно получить. Либо им нужно покупать спецпаки. И все сидят и надеются на то, что будут у нас первоапрельские голды и они смогут пофармить эту премку. Я уже сейчас говорю этим ребятам, что, к сожалению, при такой политике и при такой экономике, которую начали выстраивать у нас разработчики игры, все сводится в моем понимании к тому, что этой возможности фарма премки больше не будет. Но, надеемся на лучшее. Быть может, я не прав. Быть может, я не прав. Быть может, этот ивент сохранится. Но тогда я окончательно перестану понимать логику экономической всей политики нашей игры. И к чему тогда у нас делаются все эти уникальные отсоединения, даже я бы сказал бы, премки, да, от всего, от контов. И то, что это, как, ну, стал, можно сказать, уникальный предмет в игре, который доступен исключительно за донат. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Мне бы очень сильно хотелось бы узнать вашу точку зрения. Что будет у нас на 1 апреля? Останутся ли у нас старые, добрые, первоапрельские голды, с которых можно будет фармить премку? Либо же вы поддерживаете мою точку зрения и считаете, что, скорее всего, этих премиумных голдов не будет. Давайте вместе с вами подискутируем, поэтому пишите все в комментариях, почитаю, ну, и постараюсь на те вопросы, которые у вас будут появляться, также поотвечать. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванько, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!